Сэр, сэр, нам удалось. Вас стучаться не учили? Но мы перехватили письмо. Какое еще письмо? Черная королева, сэр. Письмо, адресованное Элисон Чао. Хм, любопытно. Письмо, датированное 20 сентября 2011 года. Элисон Чао, Тета, известная в своем мире как Черная Королева. Надеюсь, письмо застанет тебя в добром здравии. Я хочу извиниться за наше поведение в прошлом. Несмотря на то, что ты сильная личность, обнаружение твоей истинной сущности наравне с истинной сущностью Дуани Змея может запутать. Моё первое знакомство с остальными маленькими сестрами было так давно, что я забыла, каково это. Чувство беспомощности никогда не было приятным ощущением. Особенно, когда ты привыкла быть на пять шагов впереди всего мира. Вполне закономерно, хотя и неприятно, что ты крепко разозлилась. Я надеюсь, что в будущем ты найдешь в себе силы присоединиться к нам в библиотеке. Душа Эллисон ушла в пятки. Это было оно. Получилось. Свершилось. Она направлялась в библиотеку. Чуть дрожащими ногами она встала на путь. Она сделала последний глубокий вдох и ступила в дыру. Вспыхнул свет, и она увидела, как мир, который она знала, исчезает из виду. Ее окружение стало ослепительно белым и постепенно наращивала яркость до тех пор, пока Эллисон не стала больно держать глаза открытыми. На какой-то момент в мире не было ничего, кроме света и ее самой. Затем свет погас, и она открыла глаза. Надеюсь, это письмо поможет тебе справиться с вопросами, на которые ты искал ответы в библиотеке. Во-первых, всегда есть Гирс. Гирс. Он всегда покидает свою жену ради какой-то сверхъестественной организации. Он всегда теряет свою возможность чувствовать. Иногда это можно исправить. Иногда нет. Иногда Гирс может связаться во что-то, что полностью уничтожит его вселенную. Во-вторых, у Гирса часто может быть дочь. Она всегда меняется из-за его ухода. После определенного количества лет она начинает искать отца. Иногда она превращается в монстра, которого лишь с большой натяжкой можно назвать человеком. В других случаях она сохраняет какое-то подобие совести. Иногда ей удается спасти своего отца, но к тому времени он оказывается совершенно разбит и уничтожен. В других случаях она спасает его и восстанавливает свою семью. Часто она остается совершенно непримечательной женщиной, которой выпала своя доля страданий. Иногда она умирает даже до того, как успеет разработать план. И иногда, совсем редко, она узнает про библиотеку. В ее пальцах дрожит невесомая нить. В ее взоре укрыта за сталью печаль. И не знает никто, не посмеет спросить, отчего она смотрит бескрайнюю даль. А она плетет в сети и ставит капканы, заметая следы в перекрестях дорог. Ее письма транслируют людям экраны, опьяняют нектаром страстей и тревог. Она ищет и знает, судьбе вопреки. Миновав паутину пространственных врат, одним легким верным движением руки, Черный Ферзь королю скоро выставит мат. Осознание того, что твои обстоятельства не единичны. Что твои страдания – лишь одна итерация из множества одинаковых страданий. Или что контроль, который, как ты считала, был в твоих руках, не существует вовсе. Не самое приятное, что можно услышать. Не отчаивайся. Твое влияние на миры – не мир, миры. Гораздо больше, чем ты могла вообразить. Некоторые из дочерей ограничили себя лишь их собственными мирами, используя библиотеку лишь как ресурс или убежище. Другие, в поиске древних и невиданных миров, прошли по путям. Часть игнорировала Гирса. Часть бездомно его искала. Несколько решили, что это схождение – работа бога или богов. Иногда они даже конфликтовали. Назвать нас группой будет слишком щедро. Мы, скорее, коллекция людей со схожим опытом. Что бы ни стало твоим окончательным планом, надеюсь, ты попытаешься найти нас вновь. Ты напугана и запутана. И, скорее всего, сердита. В какой-то момент я тоже прошла через это. Но мы знаем тебя лучше для любого другого человека. Если решишь остаться, наша мощь будет безграничной. Твоя маленькая сестра. Элисон Чао Эпсилон. Также известная в своем мире, как Черная Королева. Под жарой и дождем, назад и вперед. По рельсам звеня, паровозик идет. Субтитры создавал DimaTorzok